Привет! Сегодня я хочу показать вам, как можно мониторить происходящее в LISP-процессе. На одном из моих педпроджектов потихоньку утекает память. Чтобы разобраться с этим, я решил, что пора прикрутить к нему мониторинг. К счастью, для этого есть библиотека Prometheus CL Ильи Карпова. Эту библиотеку я уже когда-то давным-давно использовал в другом своем проекте, а теперь про нее вспомнил. Библиотека позволяет собирать различные метрики с вашего LISP-процесса и отдавать их в формате системы мониторинга Prometheus. Формат очень простой. Это plaintext, в котором указаны имена метрик и значения, которые надо с ними ассоциировать. Дальше система мониторинга получает эти данные от процесса и позволяет строить по ним графики или отсылать какие-то алерты. Так как мой проект развернут в Яндекс.Облаке, а там система мониторинга понимает формат Prometheus, то мне это очень подошло. Все, что нужно было сделать, это подключить библиотеку Prometheus CL, настроить эндпоинт, с которого будет собираться информация, и у меня появились красивые графики. Из коробки Prometheus CL поддерживает сбор информации о том, сколько памяти выделено под объекты разного типа. И также я туда добавил информацию о том, сколько байт выделено под каждое поколение Garbage Collector. Получились очень интересные графики. Смотрите. На этом графике видно, что утекают у меня в основном объекты типа SimpleCharacterString. Вот их становится со временем все больше и больше. В конечном итоге они могут дойти до лимита, который по умолчанию у SBCL 1 гигабайт. После этого процесс умрет. А вот на графике ниже видно, каким образом объекты переходят из одного поколения Garbage Collector в другой. Я сейчас проведу немного мышью слева направо. И смотрите, как будут изменяться цифры у каждого из поколений. Тут они пронумерованы. Нулевое поколение – это самое первое, когда объект выделяется в памяти, он попадает в нулевое поколение. Чем больше сборок мусора объект переживает, тем дальше он перемещается по поколениям. Видно, как они сейчас накапливаются в нулевом, переходят в первое, потом во второе. И так дальше постепенно. Объекты накапливаются сейчас во втором поколении. Потом раз, переходят в третье. И так далее. Странно, что SBCL не освобождает вот эту всю память. В какой-то момент я решил сделать вручную вызов Garbage Collector с флагом Full, то есть полную сборку. SBCL раз и освободил мне почти 400 МБ памяти. Почему он не делал этого, когда запускался в автоматическом режиме вот здесь? Я вот это не очень понимаю. Если у кого-то из вас есть понимание о том, как работает Garbage Collector в SBCL, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что ни одной внятной статьи на эту тему я не нашел, а чтение исходников SBCL не добавило какой-то ясности. С помощью Prometheus CL можно собирать разные другие метрики. Какие, это зависит от вашего приложения. Главное, что процесс очень простой. Я даже сделал расширение для своего веб-фреймворка Reblocks, которое собирает разные дополнительные метрики, такие как количество страниц в памяти или количество пользовательских сессий. Все ссылочки я приложу в описании. А также я планирую скоро сделать видео про то, как искать утечки памяти в SBCL. Ссылка на него тоже будет в описании. А на этом у меня все. Всем Леспа в ваши сердца.